Музыка Музыка Бред вообще весь Музыка Всем привет, с вами я Когда решил придумать необычное вступление Ладно, вам очень, очень, очень сильно понравился предыдущий ролик с мешапами То есть с песнями, которые не должны сочетаться Но сочетаются. И поэтому я как генератор новых идей решил снять еще один Точно такой же ролик. И конечно Как в настоящем сиквеле сегодня всего будет больше Больше крутых песен я подобрал На этот раз прямо самый-самый сок Вы мне столько всего наскидывали крутого Ё-моё. Ну а еще, нет, компьютер Не наелся растишки и не стал огромным Просто я снимаю на другой объектив. Поэтому вы теперь Видите все, что вокруг меня происходит. Но учитывая, что Я дома сижу один и смотрю ролики с мешапами Вы скорее видите, что вокруг меня Не происходит. В общем, ладно, давай Прелюдии. Погнали к первой песне Песня про белых мишек из Кавказской пленницы Что? Это Слэйр? Не, ребят, ну за такое Я считаю, лайк надо сразу ставить Белые медведи Я только сейчас заметил Как круто сочетается эта проигровка с Angel of Death Да? Боже, это настолько гениально Это настолько круто вместе звучит Вы заметили, как сильно настроение песни изменилось? В оригинале металл, ангел смерти А сейчас уже как будто ваш немножечко Это самое сосед поет Под хриплым голосом под гитарку песню своей молодости Блин, ну очень круто Давайте, да, по традиции Кто не видел прошлый выпуск, обязательно посмотрите Но мы тут отцениваем, короче, песни Витаса Я ставлю этому десятку Знаете, прямо твердо Я бы поставил 11, если бы можно было Стоп, у нас же 9 Витасов в шкале Да, тогда 9 Тогда 9 Оно так круто сочетается И вот это началось Ну это просто офигеть Блата 4 Ну давайте посмотрим Сорок лет под однокозом Я рыбалку Гавозом Ой-ой-ой Серьезно? Да, серьезно Я не верю Объясните, почему мне бесконечно скидывают песню про гавоз? Я что, похож на любителя гавоза всякого? Гавоз, гавоз, гавоз Если так же духами пытать Все равно продолжает вонять Блин, мне этот минус нравится больше, чем оригинальный с аккордами У меня даже этот, танец моющего окон начался Давайте так, за музыку пятерка Правда хорошо сочетается Но за мое личное мнение Ноль 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 Почему эти песни сочетаются? Гавоз Там опять эта типичная агрессия Ладно, агрессия это у меня Там прогрессия Типа Ну ладно, не самая типичная Но из минорных она довольно часто встречается А у Влада А4 получается, что мелодия типа То есть ее можно разложить на Это ламба А это гелий Вот это бумага А бумага Это деньги Бабабам В общем, вы поняли, почему эти песни так хорошо сочетаются А теперь погнали веселиться Хватит занудства Будем веселиться Так, Алла Пугачева Позови меня с собой Очень крутая песня на самом деле Серьезно, с 50 центом? Так, это было неожиданно Ой, слушайте, а сочетается-то как хорошо О, вот это круто было Блин, меня чуть до мурашек не пробрало Аккорд там ушел вот в эту вот задумчивую позицию в тональности И 50 цент в этот момент тоже немного голос поднял И прям четко в ноту спел Если бы он еще спел не ми, а ми вниз чуть-чуть То просто взвучало бы Флоу, такой крутой получается Оно прям классно сочетается именно по ритму Да и по тональности я хочу сказать, что очень клево Слушайте, вот этот переход с припева на куплет звучал как будто так и должно быть Слушайте, давайте восьмерочку Все-таки у меня нет какого-то прямо вау-эффекта, как от первого Но восьмерку это точно, точно заслужило Так, классика Линкин Парк нам, но тут у нас тут на фоне какие-то народные узоры Но слышно, что я сменина тональность, то есть песня сильно-сильно поднята Поэтому песня тут может быть вообще любая Во-первых, Лин Кадышев Парк Широка Намба Во-вторых, Кадышев и Линкин Парк, ё-моё О-о-о, вот прям неприятный интервал был А тут уже лучше Это довольно интересно Не, вот это слово окаянное в этом припеве звучит прям как-то даже, меня аж чуть до мурашек не пробрало Я даже не знаю, какую из этих двух песен за это надо благодарить, но вместе они звучат прям очень классно Честно, мне очень понравилось, как они сочетаются в фоне настроения, но мне не очень понравилось, как они сочетаются в фоне мелодии аккордов Там есть разногласия, поэтому просто пять Витасов из девяти А мы двигаемся дальше Написано сейчас будет Витас Так, без него ни один выпуск, мне кажется, у нас никогда не обойдется Ха-ха-ха-ха Smells like 19 Витас Я предвкушаю очень крутой мыша Я пришёл дать эту песню Из мира грёз У него такое лицо, что можно ожидать любого развития Шаха-ха-ха-ха О, Господи, оно идеально сочетается Его ты все это Шаха-ха-ха-ха Боже мой Знаете, иногда хочется остановить флагету и сойти, а сейчас я просто счастлив, что я живу Ну-ка, в брекдауне что будет? Да, ради такого я и снимаю эту рубрику. Кстати, естественно, если хотите следующих выпусков, то все зависит от ваших лайков. Лайков много снимаю, лайков мало не снимаю. Спасибо, Капитан Очевидность. 9 витасов из 9. По следующей песне сразу видно название. Это Metal Zone. Zone, понятно, типа Озон, а Металлика и Форгивен. Так, значит, это Мышап, Драгост 1Т и Арфагивен. Так, пока что очень странно. Ну, очень очевидно. И как-то оно не особо, если честно, клеится. Да, недооценил я этот Мышап, конечно. Ну, здесь уже не так. Ну, такое. Вот, знаете, это как раз обратная ситуация, той, которая у нас бывает, как правило, в этих роликах. Здесь идеально сочетаются ноты, то есть я, по крайней мере, ничего фальшивого не слышал. Но именно сами песни не совсем как бы стыкуются. Кстати, это причина, по которой, вот как вы пишете в комментариях, что, мол, любые песни в одной тональности можно совместить. Нет, не любые. Пожалуйста, тональность одна, одна. Но они же не звучат вместе абсолютно. В общем, мне не особо вкатил как-то этот кавер. Ну, первая фраза припева, да, была прикольная. Алло. Салут. Но потом все снова скатилось. Поэтому ставим этому три витаса из девяти. Я сегодня добрый. Так, что-то похолодало немного. И да, я надел наушники поверх капюшона. У всех своей странности. Так, это интересно. Лентяй или шива. We are number bad. А где bad guy-то? Где сиськи? Сиськи, где я тебя спрашиваю? Так, ладно, это было здорово. Я из тех людей, кто Лентяй его смотрел еще в детстве. Когда она только выходила. Ну, это же полный бред вообще. Весь этот сериал. Эти ужасные куклы в виде мэра города. Или кто там еще был. Это уже тогда выглядело очень крипово и странно. Спустя года вспоминается как что-то такое приятное. В общем, очень хорошо состарилось. И bad guy, он ведь тоже очень странный. Я думаю, что через много-много лет Bad guy будет одной из песен, которые мы будем вспоминать. И одним из клипов, которые мы будем вспоминать с теплотой и любовью. Может, я странный, но почему для меня то, как Билли Айлиш флексит под Лентяева, более органично смотрится, чем как она флексит под свою песню? Ладно, погнали в следующую песню. А этой я ставлю... Ну, скажем, твердую шестерочку. Ничего особенного, но звучит неплохо. Так, Call Me Maybe. Этого тоже стоило ожидать, в принципе. Карли Рэмштайнен, Call Me host. Вот это мне напомнило Пугачёва с 50-центом. Надо сказать, что по ритмике они очень круто сочетаются, конечно. Да, вот это было неожиданно. Вы же поняли, о чём я, да? Там на фоне она поёт любую фразу и дальше... Здесь уже вообще не особо. Давайте так, просто за угар этого мыша поставим ему шестерку тоже. Короче, Wake Me Maybe. Это я в школьные годы, когда на первом уроке была контрольная, и я стоял в будильник, но надеялся его проспать. Забавно, но в этом есть какой-то вайб Сии. Ну, певица Сия. У неё тоже часто такой мощный прям вокал, лютый, и при этом на фоне супер минималистичные какие-то аранжировки. А потом дроп как в Тайтэниум. А мне даже не смешно, потому что это реально хорошо сочетает. Блин, забавно, это звучит так хитово. Стоп, что? Мне показалось ли я там услышал... Там была ещё третья песня. Я точно говорю, щас, 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 щас. Вы офигеете, насколько я слухач. Это Simple Plan, Untitled. Если я угадал, я правильно понял, что это за песня на фоне, и вы тоже её услышали, то просто лайк сразу, я считаю, за такое. И теперь ту песню слушаем. Прислушайтесь на фоне. Блин, я так с собой доволен. Я как Шазам. Так, стоп, а это был Майк Шинода на секунду из Линкен Парка. Блин, я слышу, там скримы на фоне. Господи, как они сильно это всё вплели. Я, я честно, случайно ткнул на это место. Я не ожидал такого. Я не знаю, как это оценивать, ладно? Само сочетание очень крутое. Там было много сюрпризов. Нет мемности. Ну, давайте вот за то, что нет мемности, восьмёрочка. Окей, с чем она может сочетаться? Да блин, с чем угодно, это же I am the Tiger. Ха-ха-ха, Адели от Делайвер. Rolling with the Tiger. Блин, нет, название смешнее, чем от песни. Ну, куплеты во всех перстнях с 4 on the floor ритмом сочетаются очень хорошо. Нет, только не подумайте, что я говорю, что там барабаны 4 on the floor, типа просто бочка. Я имею в виду, что там ритм очень простой. А вот это было круто. Ну, здесь уже так себе все эти смены аккорда были лишними. Э, а где дроп? У меня теперь ощущение, что я хотел чихнуть, но не смог. Блин, у меня чувство неполноценности внутри, я не могу, я же весь день так ходить буду теперь. Да, да, куплеты звучат круто. Припев мне дайте, припев! То есть вы сделали три офигенных дропа, которые просто готовят тебя к тому, что сейчас будет припев, припев, припевище. И вставили припев в брейкдаун? Вы чё, брейкдауны что ли? Ладно, всё. Испортили, короче, обе песни, мне не понравилось. Ставлю троечку. Ну, просто за то, что куплеты прямо классно сочетаются. Теперь мне жарко. Кофту я снимаю. И погнали дальше. Так, это гимн Советского Союза и... Да, вы серьезно? Мне кажется, это то, как всякие деды, которые в селах живут, представляют себе гимн Америки. Ну, ладно. Тоже ставлю троечку. Не особо чё-то. Даже, знаете, предыдущий был в каком-то плане лучше. Тааак, мемчики пошли. Это Крабрейв. Ну-ка. Я вам. Таак, это качает. Слушайте, они сочетаются лучше, чем я думал. Я никогда в жизни так сильно не ждал дропа, как здесь. Ну-ка, сейчас момент истины. Либо всё разрушится, либо всё будет просто офигеть. Я до того говорил, фразу сочетается идеально. Забудьте. Всё, эта фраза забанена во всех предыдущих роликах и во всём, во всём, во всей моей жизни, 20 годах до сегодняшнего дня. Потому что вот это действительно идеальное сочетание. У меня просто в голове не укладывается, но это же просто идеально. Вы слышите, что у Крабрейва даже мелодия на заднем плане, она как будто бы повторяет мелодию припева. То есть ощущение, что это сделано намеренно. Как мне жалко, что я не могу в ролик вставлять больше 5 секунд песни подряд, иначе мне нафиг всё забанят. Очень круто. Меня аж прям трясёт. Естественно, это получает максимум баллов. 9 витасов из 2. Давайте это получается 20, блин, 100 витасов из 9. Это невероятно. У меня есть так много, что сказать, но слова застревают в горле. Вот настолько это круто. Да, сегодня был очень жаркий выпуск. Спасибо большое, что смотрели. Пишите, если хотите ещё видеть эту рубрику. И самое главное, её выход зависит от ваших лайков. Лично мне очень нравится её записывать, поэтому до скорых, я надеюсь, встречи. Привет, меня зовут Антон, и меня держат здесь в заложниках. Меня кормят рисом и варёными медиаторами. Подпишитесь на этот канал, и, возможно, вам удастся меня спасти.